Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело Мастера. И поскольку речь сегодня пойдет о том, что ездит на двух колесах, с вами я, Ульяна. Вот и опустела главная мотоплощадка страны. И лишь самые отчаянные байкеры делают вид, что им не страшны. Пронизывающие даже кожаные куртки, осенний ветер, холодный асфальт, мокрые листва на дороге, вечно скользко, а если после дождя, то еще и мокрая разметка. Хорошо им там, в Южной Европе или за океаном. Катайте на мотоцикле хоть круглый год и даже в Рождество. У нас в это время уже снега по пояс, а мотоциклы спят до весны. А так, а для того, чтобы быть уверенным в том, что они проснутся в полном здравии, недостаточно просто поставить их за надежные ворота и повесить амбарный замок. Перед тем, как уложить его спать, с ним нужно немало повозиться. Но если вы такой пользователь, который любит кататься, но не любит возить саночки даже очень медленно, имеет смысл довериться профессионалам. Впрочем, если вы не хотите упустить возможность в последний раз прикоснуться к впадающему в спячку любимому железу, имеет смысл не только довериться профессионалам, но и послушать их советы. О непростом процессе консервации двухколесного друга рассказывает эксперт Андрей Нестеренко. И не только рассказывает, но и показывает. Причем все ниже сказанное будет касаться в той или иной степени практически любого мотоцикла. Наверняка у спортсменов есть свои нюансы. Этим-то вообще не до консервации. Зима – это время для работы над техникой. Время, когда можно без горячки подумать над тем, как повысить конкурентоспособность своего байка. Ну или вовсе отправить старую машину на кладбище или в музей и заняться оформлением заказов и строительством нового мотоцикла. Оставим спортивную гоночную тему. Сегодня речь о тех простых смертных, для которых двухколесный друг – прежде всего образ жизни, во вторую очередь средство самовыражения, ну и в третью – транспортное средство. Это первая зима будет моя, конечно, когда появился мотоцикл. Посмотрим, увидим. Может, что-нибудь придумаем. Кстати, как будешь готовить свою технику к зиме? Куда ставишь, как-то готовишь? Да, в гараж полностью. Замена масла, как обычно, все. Прочистку всяких. Ну, почищу детали. Ну, то есть, так вот, законсервирую полностью. Это обязательно. Это обязательно. Иначе не выживет. Да. Я мотоцикл готовлю к зиме таким образом. Я его целиком разбираю и начинаю зимой по новой собирать, придумывать всякие новые нововведения. Как только собираю, выезжаю, выезжаю. Обычно, как только с дороги сойдет лед, снег еще лежит, немножко вот дорога остальна освободилась, я уже выезжаю. То есть, консервации, как таковой, у вас просто нет? У меня нету, да. Понятно. А вообще, это обязательно консервировать технику на зиму? Ну, лучше, конечно, специальным образом ее подготавливать. Иначе чем это чревато? Ну, всякими всевозможными техническими неисправностями. Хороший рецепт сделать зиму насыщенной. Самое главное, здоровый досуг на долгие зимние вечера обеспечен. Ну, это весьма экзотический способ. А в остальном, наши опросы выявили некоторую безграмотность общественности в области подготовки мотоцикла к зиме. Так что советы Нестеренко выглядят более чем актуальными. А посему для всех, для нас, независимо от того, на чем мы ездим, на шоссейниках, эндуру или чоперах, совет первый. Перед тем, как отправить байк в зимнюю спячку, его надо хорошенько вымыть. Любой процесс по обслуживанию техники начинается с мойки. Мойка осуществляется с помощью специальных шампуней и мойки высокого давления. Значит, вот есть средство, такой щелочной состав для размягчения отложений грязи и прочих неприятных веществ. Обрабатывать можно любые поверхности, все, весь мотоцикл, включая сиденье, стекла, электроприборки. Оно не агрессивно. Единственное, что обработали и подождать там 2 минуты по инструкции, а потом смыть водой под давлением. Она не разлагает, не влияет никак на хром, не вредит никаким поверхностям. Она единственное, что может повредить алюминию, но это если не соблюдать инструкцию. А какую инструкцию? Инструкция 2 минуты, и она должна быть, не больше. Потом ее надо смывать, тогда никаких проблем нет. Двигатель должен быть охлажден. Почему? Чтобы не было перепадов температур на металлических поверхностях резких. Он может треснуть алюминий. Он просто нежелательный. И с горячей техникой работать не очень безопасно. Можно обжечься. После обработки состава шампунем, нужно подождать пару минут, а потом все смыть мойкой высокого давления. Надо избегать попадания прямого бойки высокого давления на сиденье, стекло и электроприборы. Потому что сиденье может пострадать из-за того, что давление высокое. Можно порвать просто сиденье, а стекло из-за того, что закреплены, они на пластмассовых болтах, можно просто оторвать. Электроприборы, ну, тоже нежелательно сильно мочить. Не потому что вода, чтобы туда не попадала много. На ребятам желательно сильно не подходить к нему близко. На ребятам слишком близко воду лить нежелательно. После мойки мотоцикл надо высушить, чтобы не оставалось влага в замках, электроприборах и прочих клубах. После мойки мотоцикл требуется завести, чтобы двигатель прогрелся, и мотор высох окончательно. Скопившаяся в полостях вода должна высохнуть полностью. Значит, попутно высыхает глушитель изнутри. Если вода туда попала, она выйдет. Там ее не должно быть при консервации. После того, как мы вымыли и высушили водоцикл, нужно смазать цепь. Так как цепь эксплуатируется в агрессивной среде, на нее попадает пыль, грязь. Ее обязательно надо смазывать возле каждой мойки и каждые 200 километров пробега. Особенно, если вы ездите по грязной дороге, по загрязной. Значит, для смазки цепи существуют современные средства ухода. Дедовские методы вроде графита и смазки уже не применяются, поэтому процесс этот выглядит достаточно просто. Делается это приблизительно так. Вы проворачиваете колесо и на внутреннюю ветку цепи распыляете смазку. Смазка обладает хорошей проникающей способностью. После нанесения, минут через 10-15, растворители из нее испаряются и смазка загустевает. Следующий ряд мотоциклов с карданной передачи требуется только проверить уровень масла в редукторе заднего моста. Следующей операцией консервации мотоцикла является заправка бензобака до полного. Это надо для того, чтобы при хранении в холодном гараже в бензобаке не образовывался конденсат от перепадов температуры. Конденсат вызывает коррозию стенок бензобака. После хранения зимнего этот бензин рекомендуется заменить на свежий, так как он имеет ограниченный срок хранения и к весне он уже испортится. В цилиндры двигателя рекомендуется залить порядка 20 грамм масла в каждый цилиндр. через свечное отверстие для предотвращения образования там конденсата и коррозии стенок цилиндра. После заливания масла в оба цилиндра рекомендуется провернуть двигатель несколько оборотов за колесо на включенной передаче или стартером. Следующим этапом консервации является демонтаж аккумулятора для хранения на зиму. Аккумулятор снимается так, чтобы не разрядился и хранится он должен в достаточно теплой атмосфере, где-то градусы 4 плюс. Должна быть температура. Его нужно, если аккумулятор обслуживаемый, проверить уровень электролита, зарядить полностью аккумулятор и поставить на хранение. Впускной коллектор следует закрыть промасленной тряпкой для избежания попадания влаги во впускной коллектор и в двигатель. Также следует заткнуть выхлопные трубы промасленными тряпками. Давление в колесах следует проверить и довести до нормы, если это требуется. Не на всех мотоциклах существует центральная подножка. По возможности требуется вывесить мотоцикл или поставить на центральную подножку, чтобы вывесить колеса. Если нет такой возможности, мотоцикл стоит на своих колесах, на боковой подножке, но раз в месяц рекомендуется его перекатывать с места на место по гаражу, чтобы на колесах не образовывались пролежни. Собственно, ничего сложного. Если не полениться, то весной вам нужно будет всего лишь залить свежий бензин, поставить аккумулятор, повернуть ключ в замке зажигания и радоваться жизни до следующей осени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok